Всем привет! Я продолжаю играть в Divinity Original City 2. Мы сейчас находимся, можно сказать, в подземелье брака или сокровищи... Сокровищницы брака, я уж не знаю, как правильно называть эту локацию. Нам, в общем-то, осталось самое главное, а именно, наконец-то, пойти и насладиться плодами наших побед здесь, а именно, наконец-то, пройти в саму сокровищницу, посмотреть, что же здесь нас ждёт. Ну, что называется, десерт я оставил как раз на эту серию. Давайте им наслаждаться, по крайней мере, насколько у нас это получится. Так, вот, собственно, и есть эта самая сокровищница. Давайте берёт сразу Сибилу. Она у нас тут главная, у неё, потому что везение на пятёрке. Да, у неё везучись на пятёрке. Поэтому, надеюсь, она здесь много чего сумеет надыбать. Вечная почитательница. Что это? Что это за хвост? Давайте посмотрим. Так, вечная почитательница. Мы нашли кувшин душ Гриттиана. Ага, это она нас направила на поиск, и как раз, собственно, мы нашли её кувшин. Ну, я думаю, кувшинами мы займёмся чуть позже. Там, кстати, ещё один квест. Сокровища короля. Брак. Проклятое кольцо Сибила. От кольца Трикстера исходит удивительное ощущение. Она такая просится на поле. Да нет уж. Я, насколько знаю, испопить же с прохождений, что его, по-моему, это проклятие далеко не сразу, и далеко не просто можно будет исцелить. А какой смысл это проклятие получить, я вообще не понял. Так, мы убили Трикстера. Это у нас, собственно, в этом, как его? В Закровище Короля Брака написано. Ну, ладно. Это мы уже поняли, что мы его убили. Так, вот, наверное, то, что нам нужно. А именно убийца этих вопящих. Я так понимаю, Жезл Избавления. Собственно, мы, по большей части, вот именно ради этого сюда пришли. Посмотрите на этот вопящих. Он хомит с внутренней Союзом. Это нужно этим, как его? Вот этим. Восставшим или как они там? Искателем называются. Чтобы сбежать с острова, чтобы перебить твою пищу. Так, вот Жезл Избавления. Он всего лишь 8-9. Но я так понимаю, что его силы не в этом дают учащение. Число применения 4-4. Ага, всего ограничено очень количество. Но это не для обычного боя. Я, правда, не знаю, как его мы будем применять. И мы ли его будем применять. Ну, в общем... Я надеюсь, разберемся. Так. Как там? Знак сопротивления. Нет, нет, подождитесь. Вопечина. Мы нашли Жезл Избавления в подземелье Короля Брака. С его помощью можно победить Вопечину. Вот о чем я и говорю, собственно. Да, призыв к оружию. Мы нашли Жезл Избавления. Значит, тоже Вопечих можно... Что-то даже два квеста взаимосвязанных. Ну, давайте, ладно, картины тоже возьмем. Потому что мы знаем, что такие дорогие картины. Так, книженция какая-то сверхновая. Непинавыка сверхновая. Так, если это книга сверхновая, то, наверное, здесь. Да. Требуется перекинетика. Два. Взрыв. Создает огненные поверхности. Наносит 45-49 единиц урона огнем в большой области Вакокласса. Понятно. В общем-то, встать в кругу врагов и всех, кого не погодя, просто-напросто взорвать. Вместе с собой, в общем-то. Так. Давайте здесь смотреть. Неопознанные перчатки. Молнии измерения. Но у меня есть молнии измерения. Это для нас абсолютно бесполезная вещь. У нас уже у всех есть это с самого начала. Так. Среднее зелье сопротивления. Сопротивление земли. Но если только перчатки хорошие попадутся, а так, в общем, абсолютно бесполезно для нас сундук. Ну, деньги, конечно. Так. Что за перчаточки? Ну, это так себе, в общем, перчатки-то. Телекинез, конечно, сопротивление в воде, шанс критического удара. Что-то как-то не везет, мне кажется, нам с этим, с предметами. Я думаю, мы могли бы что-нибудь и более полезное получить. Но у меня перчатки уже лучше. У всех наверняка. Но здесь нет, пожалуй. Но ему ловкость, наверное, нужна. Так, у него... Так, вот это на ловкость, наверное, 11. Какая у него ловкость? 14. Ну, можно, в принципе, менять им перчатки. Так. Так, получить сопротивление, Телекинез. Можно будет ловкость кого-нибудь увеличить. У кого она уже есть. Ладно. Там, вернее, еще один сундук есть. Надеюсь, там что-нибудь более полезное будет. Деньги. Что такое? Кувшин душ. Малая руна мороза. Что-то как-то там, по-моему, мимо награды. Ты сделал это все так. Ты добралась, если сказать, что да. Но его тут не за что благодарить, спросить, почему он так хотел... Не хотел вас вкуса кольца. Он дрожит и кажется, что слышно с клипера. Я проклят, ненавижу брак. Он проклял меня, чтобы защищал руку земель. Он заточил мою душу в том кувшине. Так что я не могу не пододелиться. Какой кувшин целый, я не могу умереть по-настоящему. А сам он его разбить не может. Вот почему-то нам череп он может разбить. Типа кувшин нет. Какая-то странная избирательность в его возможности. Так, спросите, чем он заслужил такое наказание. Ну, почему бы нет? Да я толком и не знаю, с королем Истоков всегда так. Сперва он делал тебя своим другом, потом убивал. Дурак я был, когда ждал чего-то другого. Его милость опьяняла. Я не оправдываюсь, я объясняю. Спросите помочь ему, сказать, что он опасный, несносный крысёныш и заслужил свою судьбу. Да ладно, давайте согласимся ему помочь, в конце концов. Он не заслужил, я думаю, здесь постоянно ходить, тем более он опасен для общества. Я думаю, что все остальные, кому он может навредить, не заслужили такую судьбу, чтобы он продолжил здесь жизнь всем отравлять. Так что давайте разобьём кувшин и отправим его подальше. Правда? Ты поможешь? Он падает перед вами на колени и не спрямит голову, обхватывает ваши ноги обеими руками. Спасибо. Я так понимаю, нам дали много опыта. Хочется верить, по крайней мере. Так, 4.19. Это у нас что? Это у нас по ножу телосложение добавляет. Это у нас раздолбает телосложение, сопротивление воды, воде. Спротивление огню, сопротивление воды. Ну, вроде бы, вот эти мне не нужны. Мы никого не бьём, одноручными топорами, в общем-то. Тем более двуручными уж точно не бьём. Даже теоретически. 17 часов дороже. Вот это дороже, причём ощутимо. Я думаю, что, скорее всего, всё-таки нагрудник надо взять. Правда, он ловкость требует. А этот требует интеллект. По ножу. Давайте всё-таки нагрудник возьмём. Что нам кроме дали? Рыцарский шлем нам дали. Силу добавляет сущность жизни, денег. И, кстати, вот эти руны, надо бы всё-таки как-то их добавлять, наверное. Ну, ладно, это вот я между... Обещаю, честно, вот обещаю. Буквально после этой серии. Ну, либо перед следующей серией. Обязательно засяду и посмотрю, как можно эти руны вставлять куда. Так, ну ладно, я думаю, что вот так мы примем. Что у нас с опытом творится? Осталось 15 тысяч до следующего уровня. Ну, в принципе, немного. Я думаю, что мы даже можем следующий уровень получить. Легко. Так, ну, по крайней мере, здесь, я думаю, всё более-менее мы закончили. Единственное, осталось только посмотреть, кому мы отдадим, собственно, вот эти два предмета. Именно рыцарский шлем и раздолбай этот. Так, у кого самая плохая ситуация? С бронёй сразу смотрим. Так, 71. Вот я думаю, ей бы шлем не помешал. На силу. Ну да, он чуть получше, чем у нее сейчас. Правда, тут сопротивление яду ещё идёт. Вдобавок. Так, а что у других? Со шлемофонами. Так, у этого магическая броня. Физическая броня не очень хорошая. Я думаю, что почему бы вот ему не дать. И силу, кстати, ну, добавь к тому же. Да, он берёт этот шлем. Так. Что у нас со шлемом? У нас со шлемом всё более-менее нормально. Плюс призывание, да, да. И вот, конечно, это шлем бесценно. Так, что у тебя? У тебя мы только что смотрели. Так, а у тебя что за шлем? А, у тебя отличный шлем. Ловко сперекинетику даёт. Плюс вообще параметры хорошо. Так, а здесь у нас что? Физическая броня. А, ну здесь хорошая магическая броня. Деяние мага. Я думаю, что я не буду менять его. А что у нас у Сибилы? Тоже, в принципе, у неё всё нормально. У кого у нас плохая кироса? Ну вот она никакая, в общем. Чешуйчика доспеха. Я думаю, что легко мы поменяем нашему герою. Плюс сопротивление воды ещё получи. Так, а у тебя смотрел, что за доспех? Ну, в общем, у него тоже не самое лучшее. Но с другой стороны, этот не лучше. Да и стоят они одинаково. Ладно, давайте вот так, наверное, всё оставим. Здесь, я думаю, мы, в общем-то, разобрались. Как это ни странно. Так, кто у нас заберёт все души оставшиеся? Потому что эти кувшины лучше забрать. Я думаю, что у кого тут меньше всего. Хотя, наверное, Рахимус у нас, в общем, таскается со всеми этими вещами. С другой стороны, может и принц, наверное, взять эти кувшины. У него малый вес. Так, вот и перчатки ещё. Да, блин, не то я делаю. Так, по чародея. Что-то ещё ему надо отдать. Так, ну, естественно, вот это всё. Магическая броня. Так, кинжал. Весит очень мало. Смысл его скидать. Я не вижу особого. Так, что тут много весит. Тоже немного. Ладно, давайте, наверное, мы нашим главным героям дадим это всё. Пускай он таскает. Все эти кувшины. Стоящий перед вами кувшин, может, выглядел когда-то богато, но те времена давно прошли. Теперь он покрыт грязью, краска облупилась, а драгоценные камни давно украдены. Кувшин душ слегка раскачивается. Ну, из-под его крышки то и дело вырываются в проблески света. На его ободке два различимого выделены имя. Гратиано, собственно, вот её есть, этот кувшин. Так, потянуть руку и прикоснуться к кувшину, оставить кувшин в покое. Так, как только вы касаетесь расстрельствующихся поверхностей кувшины, перед вами открывается картина невероятного богатства. Тонкий шёлк, вкусная еда и декадентский разверт. Но под всем этим лоском вы видите лишь кости и кровь. Видение изменяется. Вы видите деревню в огне, убитых женщин и детей. Вы видите, как в центре всего этого стоит она, держа руки с жезлом избавления. Она запрокидывает голову и смех этот гудит в вашем черепе. На неё падает тень, и вы видите крупное, плачащее лицо. Она протягивает руку, как будто предлагает утешение. Но брак тянет её назад. Вы видите, как она падает в болото, словно в ловушку. А дёрнув руку, вы ощущаете лишь глубокую печаль. Это же сожаление ли это, или просто грусть по жизни, которой больше нет. В общем, она осознала свои ошибки. Положить кувшин себе в рюкзак. Вот это то, что мы сделаем. Взять ту кувшин души, разбить его. Но только не с ней, я так понимаю. Это, судя по всему, мало того, что неправильно, но и опыт, по-моему, определенный у нас заберёт сразу. Ну и кроме того, мы её уже видели, она нас просила достать. Как раз этот кувшин, фактически. Так, открыть кувшин и проглотить заточённую в нём душу, это, я так понимаю, примерно то, что разбить её. Ставить кувшин в покое? Нет. Мы положим кувшин и отдадим ей. Ну и заодно другие возьмем. Так, давайте пообщаемся. Так, ужасающее видение угасает. Гритяна причиняла боль и убивала ради наслаждения. За это она должна быть проклята во веки веков. Либо прощён может быть всякий. Каковы бы ни были её грехи, она может их искупить. Давайте второй вариант. Всю свою жизнь Гритяна была эгоисткой и искала лишь наслаждение. Ей нет прощения. Что бы ни натворил в жизни, ты всегда можешь искупить свои грехи. Как бы ни началась её жизнь, она закончилась хорошо. Нельзя им никого проклинать за грехи и юность. В общем, мы в большинстве. Только этот Красный Принц у нас позиционер. Он, видимо, за то, чтобы разбить эту кувшин. Так, подождите. У нас ещё получается... Четыре кувшина. Вот этот ещё. Так, кувшин и Караманта Гвика. Гвика. Чё-то знакомое название по Корсарам, вам не кажется? Может, он к голландской и вестинской компании какое-то отношение? Ну, я думаю, что навряд. Этот кувшин ярко светится. Вы слышите, как изнутри доносится явно различимый смех. Положить руку на кувшин. Перед вашим взором, рывком, раскрываются сцены в товарне. В центре зала вы видите гномику. Он у нас стоит и шутит, а все остальные покатываются со смеху. Все кроме зомби, разносящих еду и напит. Дверь открывается, в комнату уходит прекрасная сука женщина и сопровождает хорошо вооружённые охранники. Вы не можете различить, что она говорит, но замечаете страх глаза гномихи. Гномика что-то вормочет, и мертвец не существует в чужачки. Но их скашивают, словно траву, но их пытаются убежать, толкая своих друзей в сторону. Женщина, но её хватает до того, как она успевает уйти. Пока её тащат в башню, вы слышите, как она осыпает проклятиями короля Брака и его шлюпу. Я так понимаю, это и есть гристиана. Её крики продолжают доноситься даже сквозь захлопнутую дверь. Наскальщик выдёргивает руку под кувшин и предвознает, что плавёт глубоко внутри, вы по-прежнему ощущаете ледяное уже сгнохи. Ну, положите кувшин себе в рюкзак. Я так понимаю, что её можно было бы и убить. Вернее, можно было бы сейчас разбить. Но лучше с ними пообщаться. Я так понимаю, мы с ними встретимся. Притом, скоро достаточно. Наверное, в следующей серии. Я так планирую, по крайней мере. Так, видение гаснет. Скажу только, что причиной её погибли стали трусость и жадность. Любые грехи могут быть прощены в определённых обстоятельствах. Ну, в общем, да, конечно, должно быть, выступала против короля Брака, раз он так с ней поступил. Честно, заставлять мерцов выполнять чёрную работу куда лучше, чем придождать к ней живых. Чё-то он как-то селидарность не испытывает со своими собратьями. А когда-то он запретил в башне, куда более мягкое наказание, чем заслуживает любой некромант. Здесь, наоборот, Сибила не очень хорошо относится к ней. Так, ну ладно, я вообще-то в самом начале, в первой серии, обещал не читать ничего. Ну, я прочитаю. Для себя даже прочитаю. Ну, вот. Когда будем второй раз повторно проходить, естественно, всё это будем вырезать. Так. Кувшин, сдающий на плите перед вами, выглядит древним, однако он в удивительно хорошем состоянии. По-моему, с его покрыт пиктограммами, которые вы не можете расшифровать, но я уверен, что одна из них только что пошевелилась. Положить руку на кувшин. Пиктограммы оживают, когда вас начинают затягивать внутрь сна. Вы видите ящеров в древней империи, они поворачиваются к вам в спину, изгоняя вас в пустошь. Вы бредёте, куда глаза глядят, и эти обезьяны, называющиеся людьми, отворачиваются от вас. Все кроме одного. Он улыбается, раскрывает объятия. Говорят, что отведёт вас домой, имя ему брак. Понятно. То есть он здесь не королём предстает. Он тут можно сказать ещё и этим, как его... Как бы это назвать, то есть мой... Не наниматор, а как это... Вербовщик, да, вербовщик. Вернее, выставляется. Он обещает силу, но не бесплатно. Он срывает с вас золотую чешуйку, одну за другую, обнажая вас до гола. Он обещает вам корону, но вы получили лишаковы. Вы пытаетесь дать отпор, забрать то, что принадлежит вам, но женщина берёт вас за руку и ведёт башню. Опять, опять это, братьяна. Он обещал отвезти меня домой, включите вы. Ты и так дома улыбается она и закрывает дверь, твоё место здесь. Раздёргивайся, рука от кувшина душ, кожу покалывает где-то на заборах сознания, и скуганный голос немедленно скулит, а потом затихает. Ну, положите в этот... Я так понимаю, это всё не караманты. Так. Столько эгоизма, столько ненужной боли отвратительным. На преступление его толкала боль, а не злоба, он заслуживает прощения. Я могу лишь ему посочувствовать, он просто хотел домой. Ему даже можно посочувствовать, кто бы отказался вернуться домой. Сплюнуть в пол Сибила. То, что он творил, позор для его рода. Сибила самая жестокая. Даже не принц. Сибила у нас самая жестокая. Жестокосердная Сибила. Так, ушин стоит на плите, медвам, издавая мягкое освещение. Вы почти услышите, как изнутри доносится тихий шёпот. Так, положите ладонь на поверхность кувшина. Вы видите или скорее ощущаете далекую землю. Пихание оседает инеем в морозном воздухе. По вашим щекам скользят сосновые гулки. Вы чувствуете в руках некий вес. Тело мёртвое, но вы надеетесь. Где не меняется? Вы старше, но вряд ли умнее. Вы машируете в голове лочащего ноги и войска, и враги короля брака мутают перед вами. И вновь всё меняется. Теперь вы видите брака рядом с ним, прекрасная женщина, это искрится. Вы в ярости бросаетесь на него, но восковывают холодные руки. Вас запирают башни, ваши крики заполняют темноту. На самом деле, больше всего преступлений из всех из них у гратья, да, безусловно. Тут она самая верная, подручная вообще была этого брака. Так, содрогнувшись, вы распахиваете глаза. Ушен душ лежит на боку. Неподвижно. Вы отдергиваете руки, хватаясь за колоночью, это пытаясь отдышаться. Ну, рюкзак. Слушайте, а вот что вот последнее, я даже не знаю. Там будет только три некроманта. Так, воспоминания некроманта устают во тьме, но ощущения остаётся. Чем меньше в мире будет злобных тла, давайте всех прощать. Мне бы хотелось простить эту душу, наказание должно соответствовать преступлению, а это через чёрт. Пусть она и была некромантом, мне не чувствовалось зла, может, она заблуждалась по неведению. Никто не заслуживает такого страха и боли, как в этом видении, никто даже некроманты. Хотелось бы мне знать, сколько жизней она отняла, сколько страданий, точнее, в этом разе. Ну, Сибилла в своём репертуаре, я понял. Сибилла, она бы тут всех прикончила. Так, вообще-то у нас перевес, я понял. У нас перевес. Это не тот перевес, который в спорте. Хотя, может быть, и в спорте есть перевес у тяжелоатлетов, наверное. Но у нас перевес вот именно такого рода, что я не могу больше ничего таскать. Так, давайте, вот, наверное, волшебные поножи с подбоем тоже мы отдадим. Отдадим, отдадим, отдадим мы их, естественно, этому. Нашему штатному торговцу, а именно принцу. Что мы решили с этого? По-моему, можем теперь нормально ходить, только не можем, наверное, больше ничего брать. Так, что мы ещё могли выложить? Всякие-всякие кружки. Понятно, что это тоже выложили. Куда-нибудь фельмин, например. Рыбы какие-нибудь. Так, что у меня ещё кувшин, скорее всего, в один брать. Ракушки. Лимонад. Так, 119. Пирог с лососью. Тыквенная карта. И ветчину тоже отдадим фельмин. Фельмин. Давайте штучи красного принца. Думаю, фельмин, ветчина, они совершенно не за чем. Так, картофельное фельмин. Мы тоже. Принц. Так, ну давайте последнюю возьмём. Хотя вот, мне кажется, что вот этот капитан там какой-то, это, по-моему, наш же квест какой-то был. Да, типа, реально. Так, видите, проклятие. У нас 4 реликвии. Да, вот, найти недостающие части заколдованной брони пиратского капитана. Сапоги капитана теперь наши. Они сделаны из отличнейшей кожи. Мы откопали сундук. Я думаю, что вот, скорее всего, этот капитан и есть. Капитана Секха Саппора. Я, по крайней мере, подозреваю, я просто не знаю. Ну, давайте посмотрим, что он затворил. В шиндук стоит, высвободить в шин. Здесь только два варианта. Либо высвободить, либо оставить в покое. Тут взять нельзя. Ну, не знаю, может быть, здесь такая последовательность, что сначала его вещи надо было бы собрать, а потом уже высвободить. Кто знает. Здесь просто надо знать. Я про готику говорил, что это игры второго прохождения, а то и третьего. Ну, вот эта игра вот абсолютно такая же. Здесь можно только гадать, какая последовательность правильная. При первом прохождении, не зная, тут это чисто угадай, как правильно поступить. Ну, давайте высвободим, может, драться с ним придется. Так, вы касаетесь стекла, и в глазах у вас темнеет. Вы стоите на носу корабля, на вас доспехи, пусирующие заклинаниями, которые заставляют тренинаться всех, кто к вам приблизится. Вы покоряете моря во славу короля брака, а тирана, потихшая в вашу душу. Взамен он дал вам такое могущество, что плоть и кровь больше не имеют значения. Людение пропадает. Так, эта душа сопротивляется, пытаясь разорвать с вами связь. Ага. Эта душа принадлежит свету, направите ее туда. Согнать душу во тьму и гнаться за ней, пока не поймаете. Ну, опять угадай-ка. Ну, давайте первый вариант. Алшисть побеждает. Вы отправляетесь на поиск сокращенцев тиранов, чтобы вернуть себе душу. Но брак уже подготовил для вас ловушку. Плено вам остается лишь грезе за недоступным, а вашей душе нет великолепных доспехов. Видение рассеивается, поспорили, и душа, отпрянув от вас, съеживается на дне кувшин. Кувшин душ пультирует силы, загнанные внутрь. Засунуть кувшин душ себе в рюкзак, разбить кувшин от тысячи осколков. Открыть кувшин с жадностью, поглотить душу тащуюся внутри, ну, допустим, в рюкзак засунуть. Что вообще произошло-то, я так не понял. На нас проклятие-то какое-то доложили или что? Так. В хранилище короля брака мы нашли кувшин души всех из сапор. Очевидно, что он когда-то работал на тиран. Это все? Ну, не знаю, я выбрал первый попавшийся вариант, может быть, сможет быть, вполне возможно, он неправильно, кто знает. Так, давайте все эти вещи отдавать кому-нибудь. Так, сколько у нас там перебор? В общем, уже почти нет. Давайте пирог тоже принцу. Пирог с лососем, пускай это уже принц. Он уже принц у нас. Ну все. Я думаю, что на этом мы пока закончили. Так. Давайте сохранимся. Я так понимаю, что больше здесь ничего нет. Сердце тирана... А, посмотрите, сердце тирана на груднике где-то не взял. Еще посмотрел, а где он? Ах, вот оно. Он, скорее всего, проклятый. Брать-то я его не хочу. Так. Но я сохранился. Поэтому давайте проверим. Будет ли проклятие. Просто я его не взял. Так, где он? Ну давайте. Артефакт тирана. Проклятие, конечно, есть. Вжигающая пламенная аура окружает сердце тирана. Такую штуку использовать вряд ли можно. Может быть, держа в руках следу тирана, ощущаешь некую разрушительную ауну. Ну, взять-то можно, тасы надевать нельзя, понятно. Так. Давайте фейну отдать. Фейна у нас, кстати, уже загружена. У нас все загружены, надо срочно продавать. Так, только бы не продать случайно. Так, а что фейна? Так много всего. Опять, наверное, какие-нибудь цены, какие-нибудь бочки таскаем. Давайте вот это принц. Так, это мы отдадим принцу. И, наверное, вот это весь хлам тоже. Так, вот это. Вот это. Так, а вот сердце от дека обратно. Опять массу времени отращиваем. Перекладывание туда-сюда все. Следы тирана и сердце тирана у нас есть. Ну, естественно, кольцо тирана, а копье продлукно. По-моему, оно особо не нужно никуда. Ну, ладно, теперь, наверное, все. Так, тут пусто. В общем, вот это не показывает пустое. Мы же уже все это взяли, нет? Себе вот. А, она не взяла, почему? Так, пусто, пусто, пусто. Все, мы взяли. Ну, все, давайте идем дальше. Так, я так понимаю, идем сюда. У божества нет ни рук, ни головы. Они как будто отсечены мечом. Вы не можете понять, это специально или просто акт вандализма. Что-то странное есть в этой статуе. Рассмотрите ее повнимательнее. Вглядываясь в тончайшую резьбу по камню, вы оказываетесь во властью ведения. Статуя оживает и неловко обнимает вас сломанными руками. Вы не в силах сопротивляться и погружаетесь в бесконечную тьму. Поборник шагу. Так, здесь оружие. Встречу с души. Выше силы даровали вам временную возможность видеть духов. По мере того, как вы учитесь... Так, что там происходит? Не вовремя я открыл. Так, по мере того, как вы учитесь накапливать больше истока, вы можете научиться применять эту невероятную способность. По собственному желанию. То есть мы с истоком сможем с духами разговаривать, когда захотим. Мы нашли жезл избавления. А что мне это все подсвечивается? Я уже все посмотрел. Ага, надо было благословить, проклятый рычаг. А какая у нас способность появится? Какая у нас никакой, по-моему, способности не появится? Ставь, кстати, билка с нами по-прежнему. Никто с нами не пошел, а вот билка. Она от нас не отвержится ни при каких обстоятельствах. Даже в наших снах она за нами. Что, здесь может походить? Значит, я не вижу ничего интересного. Я думаю, это достаточно бесполезно здесь ходить. Поэтому ходить мы здесь не будем. Это у меня напоминает третий ризин. Тоже. Хождение по снам. Поведение. Ну, давай поговорим с тобой. Зорл Стис. Музык в этом странном месте тихо недвижим. Когда вы приближаетесь с загадочной фигурой, виднеющихся вдалеке тишина становится еще более давящей. Ониксовые глаза, трехъярусная корона и оплечи из пири. Вы узнаете ее, увидели статус 2. Песков в пустыне. Это падение Зол Стиса, величайшая из семерых. Ее хвост мирно свернул сонок. Пальцы мягко смыкаются падушечками. Она смотрит на вас с нежностью и начинает петь. Зерно отплевело, делило, и так героя сотворила. Из-под земли подав свой глаз, чтобы меня, герой мой, спас. А, понятно. То есть она ее, нашего, видимо, героя сотворила. Я думал, что у нашего героя есть мама с папой. Может, нет? Так. Это пение будоражит ваш разум, как поцелуй. Все цело отдаться этому наслаждению. Ха-ха-ха. Тряхнуть. Может быть, мы и в отношении можем с духами? При определенной прокачке. Так. Тряхнуть головой, чтобы избавиться. Может, при определенной прокачке мы и сами можем стать духом? В определенной степени. Так. Тряхнуть головой, чтобы избавиться от мелодии. Вам не нравится ощущение, которое она у вас вызывает. Ставьте слушать, сохраняя самообладание, не принимая, не отвергая песен Зол Стис. Давайте нейтральный первый раз. Может, в следующий раз очень другой будет. Давайте нейтрально выбирать. Великая богиня медленно подходит к вам. В этот момент ей, если звенит бурным Крещендо. Пальцы ее по-прежнему сцеплены. Хвост расслабленно покачивается. Услышав мой зов, прими мой зов, дай руку мне, моя любовь. Мой зов услышишь средь ляцкой бед, раскою я тебе секрет. Она нам секреты будет раскрывать. Позволит нежному пению боюкать вас с каждой нотой. Второй раз буду проходить, мы будем восприимчивы, как к Шпировскому. Она будет нам командовать голову вправо, голову влево, я не знаю, встать, еще что-то. Мы будем с улыбкой зомби все выполнять. Это первый вариант. Негромко наплевать себе под нос, чтобы песня Зорл Стица не проникла в ваше сознание. Это отрицание в несознанку пойти. Спокойно продолжать слушать, а это такой вот медиативный вариант. Ну давайте медиативный вариант, выберем. Спокойно продолжать слушать, не поддаваясь, но и не пройти из пени. Она близко к вам. Ее великое, ровно глаза, с любого взирают на вас. Она охватывает ваше лицо ладонью и продолжает петь. Теперь ты собственность моя, твоя судьба владеет. Твоей судьбой владею я. Ты только мне принадлежишь, спасешь меня и защитишь. Я не понял. Если она нас создала, то почему только теперь мы ей принадлежим? Только теперь. Какие-то у нее противоречия в показаниях идут, вам не кажется? Так, медленно, если она нас создала, то мы ей всегда принадлежали, по идее. Правильно? А оттенок говорит теперь. Так, медленно кивнуть с чувством глубокого удовлетворения. Да-да, я собственность твоя. Да-да-да. Так. Ну, это первый вариант, не наш. Воскликнусь, чтобы она прекратила петь. Ей не удастся вас декипнотизировать. Позволить песне пройти сквозь вас, улыбнувшись, спросить женщину, закончила ли она. Глаза ее суживаются, а в щелкнет. Она ступает на шаг, меряя вас взглядом с ног до головы. Может, она спепелит, что мы не поддаемся на ее чары. И улыбается. Очень хорошо. Тебя нелегко соблазнить, даже тем, кому ты должен был, должен бы, по идее, доверять. Дальше. Ты нравишься мне, похоже, я не ошиблась в выборе. Так, попросите ее продолжить. Так, для чего вас избрали? Сказать, что ее игра окончена. Может, пострелить попытаться? Божество. Пусть она объяснится, или вы уйдете. Сказать ей, что вы слышали, достаточно пора честность. Ну, давайте спросим, для чего же она нас избрала. Она стоит горделево-выграневшись, как и любимая, на фоне постоянно меняющегося пейзажа. Ты вернешь нашей расе божественность, ты вознесешься. Это мы вознесемся. То есть, это мы какие-то там избранные. Так, ты мой пробужденный. То есть, пробужденный наш герой, получается. Они что-то все пробужденного ищут вместо короля или кого-то. Понятно, в общем, мы избранные. Кто бы мог подумать. Так, пробужденный, спросите, что она имеет в виду. Попробуйте произнести это вслух, пробужденный. Вы прежде подозревали, что вы отличаетесь от других. Быть скромником. Сказать, что у вас собственный путь и собственные цели, нет времени. Так, ну давайте. Первый вариант. Позволь, я покажу тебе. Так, вы изучили навык благословения. Он позволяет вам благословлять поверхности, облака, предмет и персонажей. Словление даже снимает эффект проклятия. Так, внезапно вас захлёстывает энергия. Вы ощущаете, как она разворачивается широкими потоками. Расползается от живота к макушке, пальцем ног. Вы чувствуете, как она совершенствует вас, да? Может, дадут новых навыков каких-нибудь? Потереть ладони, ощутить, как энергия нарастает между ними. Спросить её, что это за могущество. Налогусь бы потереть ладони. Я пробудила в тебе огромную силу. Такую, владеть которой могут быть подобные тебе. Так, ты чувствуешь её, правда? Ощаешь, насколько редка эта сила, способная творить и разрушать миры. Я благословила воду под твоими ногами. Теперь же эта способность доступна тебе самому. А ведь это лишь первый шаг, лишь тихо отгонуться к тому, что грядёт. Такова задача, которую я поставила. Она не из простых, но тебе придётся взять её на себя. Миссия. Спросить, чего она от вас хочет. А главное, не уснуть, я чувствую. Мне на этом диалоге главное не уснуть. Так сказать, взорстись, что она не имеет права предъявлять к вам какие-то страшные требования. Вы никогда ни о чём подобном не просили. Сказать, что наверняка должен найти воитель более способный, чем вы. У вас и своих забот хватает. Ты чего она от нас хочет? Я буду требовать от тебя очень многого, мой защитник. Но сейчас я требую лишь того, чего ты хочешь сам. Покинь это место. Вырвись из цисков тех, кто желает без зла. Ты важнее всех прочих. Для тех, кого ты не любишь. Даже тех, кого ты не любишь важнее. Так. Мы понимаем. Сделаем всё, как она скажет. Сказать, что рядом с вами множество тех, кто вам дорог, вы не можете его. Ну, давайте не будем ей перечить. Так, хорошо, мы провели осторожность, не доверяя никому. Ты не хуже меня знаешь, что в нашем злополучном мире действуют и другие силы. Так называемые друзья. Возможно, сборы с теми, кто желает нашей погибель. Так, она указывает на бритву, разворачивающуюся спине. Бритву, разворачивающуюся спине. Она в бесконечном водовороте жестокости. В бесконечном водовороте жестокости там склёстываются невиданные, невиданные силы. Грядёт новая эпоха. Не только смертные ведут войны, но и боги сражаются тоже. И те, кто одержит победу, установят новый порядок. Нам нельзя оказаться в одни. Так, я верю в тебя. Я выбрала, выбрала от тебя из всех моих возлюбленных. Потому что верила, что добьешься успеха, если того захочешь. Так, ты защитишь нас, я знаю. Так, это всё. Я чуть не уснул. Так, благословить проклятый рычаг. Это мы уже видели, так, оружейное. Так, возможно, стоит воспользоваться нашим новым умением благословить. Так, это я понял. Так, чё ж так спать-то хочется, боже мой. Так, не спать. Ну, не знаю, в общем, я думаю, что всё. Мы с ней поговорили. Богословение мы получили. Вот оно, богословение. Я думаю, теперь, во-первых, с Винокс можем... ...сцелить. Второе, я так понимаю, это богословение в других квестах вполне может использоваться. Так, Сибила задумчиво вводит пальцем по вашим... ...по новому умению на своей руке. Золочёные буквы древесного алфавита, сложившиеся в слово. Так, ну ладно. Так, чё дальше, а? Поинтересоваться, что значат эти буквы. Сибил. Моё собственное имя. Маленький подарок от Тик. Тир Ценделюса. Боги, они такие, не могут без драматизма. Так, спросите, зачем... ...писать её, собственно, именно её кожу. Сказать, что вы не совсем понимаете. Ничего там в какой-то особенного смысла. Так, может быть, они на небесах развлекаются, а может, он хотел преподать мне урок. В последнем случае ему предстоит многому научиться. Так, ну ладно. Давайте снова поговорим. С кем тут можно поговорить. С белкой, что ли? Там, смотри, спилка, можно поговорить. Сирь, Лора. Слава веткам, мы вернулись. Каждой секунды, проведённой в этом проклятом месте, великий желудь становится всё ближе. Интересно, ты считаешь, что это было, интересно, круче? Знаешь, что интересно? Интересно, что интересно смотреть, как инфернальные корни примутся душить весь мир. Видеть, как крысы, расы вернее, расы великанов падут, как листва из заморозки. Ну, допустим. Я не понимаю, о чём ты. Я более чем спокойный. Так, ну ладно, сколько бы интересным ни был этот морозный кошмар, наши проблемы он не решает. Мы должны остановить великий желудь, а не прятаться от него. Спасение мира – задача нелёгкая. Спросите, чем же вы можете помочь. Так, чтобы быть хорошим парнем. Просмеяться и сказать маленькому грызуну, чтобы он положился на вас. Ему придётся пальцем. Ему не придётся спасать мир в одиночку. Всё, я сплю, я прошу прощения. Чё-то как-то у меня сон обуил. Не вовремя. Я просто не очень понимаю, о чём они говорят. Предположить, что, возможно, разумнее будет спрятаться. Так. Продолжить свой путь, не обращая на белку внимания. Он уже помогает нам больше, чем понимает сам Кверкус. Судьба всего лишь зависит от того, найдём ли мы заклинания для защиты Ревелона. Нам нужно отправиться в путешествие, искать знания. Экспериментировать с разными видами магии, найти заклинания, Которая сможет уберечь Ревелона от верной гибели. Конечно, чтобы это искать, мы должны не попасться На зуб служителям великого жёлтва. И вот тут-то нам пригодится наш большой смелый дар. Щит. Щит. Так. Стоять на том, что вы свободны нам. Способны на больше, чем просто убивать из щели пустоты. Просто прекрасно вас хватает своих проблем. Пусть он сам разбирается со своим гигантским орехом. Огрызнуться вы сделать немало. А что делает... А что он делает для вас? Так. Не знаю, не знаю. Опять же. Так. Давайте первый вариант. Напугаться. Вернее, настоять, что способны на больше, чем просто убивать. Щели пустоты. Ха-ха. Кверкус. Он умеет, что может применять магию на нашем уровне. Я не знаю, даже умиляться или плакать. Нет. Я не собираюсь делиться с ним нашей магией. Мне нет дела до твоих симпатий, Кверкус. Я... Ладно же, я не могу наделить его магией, но если это тебя успокоит, я научу сотворить одно единственное заклинание. Одно. Одно. Так. Белая белка протягивает заклинание. Так. Белка протягивает крошечную лапу и касается вашей ноги. Ваше сознание распахивается, вы видите магические силы и понимаете, как сочетать их ранее неизвестным образом. Так. Я прошу прощения, я действительно сплю. Но это не показатель, что игра неинтересна. Тут, в принципе, какой-то сюжет завязывается, непонятно какой, а просто потому, что я, к сожалению, сплю. Дикие извинения. Так, дальше. Вот так. Возможно, так у нашего питомца появится хоть какой-то шанс. Да-да, на здоровье. Ну, давай уже, ради всего святого, двигаться дальше и спасать мир. К чему все? Это книга навыка. Изменчивая челота. Ну, давайте посмотрим, что за книгу навыка нам подсунул белка. Так, ну это не усебило, это у нашего героя. Мы с ним разговариваем. Нет, это книга навыка, блин. Где книга навыка? А, книга навыка. Я иди вот так. К книга навыка. Или не мы разговаривали? Может, в Сибиро с ним разговаривает? Да, нет. Так, какие книги навыка? Так, здесь попутные. Так, это понятно. Так, это тоже мы получили раньше. Не знаю. Не знаю, опять же, не знаю. Что за книга навыка? Так, надо будет потом опять же посмотреть. Ладно. Оружейная. Так. Побег из глаза жнеца. Корник богов. Мое божество назначило меня своим поборником. Это вот то, что мы говорили. Я из пробужденных и могу даровать благословение. Но мне нельзя доверять другим пробужденным. Молитва у алтаря принесла меня в черту гейхана. Ценная добыча. На пробужденных ведется охота. Кому нужна наша смерть? По словам Гарета, на пробужденных ведется да. Так. Александр заточил пробужденных в темницу. Чтобы избавиться от соперников. Он хочет гарантировать себя божественно. Перед смертью Виндега молила о прощении. Себя. О прощении неведомое божество. А какому богу могла поклоняться эта щукнутая? Вот так вообще. Это не загадки. Так. Ладно. Давайте сохранимся. Будем отсюда уходить. Хотя, в общем. Ну давайте откроем вот этот. Что делать надо? Ну вот. А так, в общем, уходить не обязательно. Мы можем по быстрому переходу, я так понимаю, куда-нибудь перенестись. Да и все. Надо подумать, что делать дальше. Вот. Что надо подумать. Так, дальше, 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 дальше. Так, где у нас тут мини-карты? Мы, конечно, можем вернуться в Амадию. Собственно, там сдать квесты. Прежде всего отдать эту. Повшен душа самой Гритяне. Вот. И может быть еще там что-то повыполнять. Да вот. Но, знаете, я думаю, что давайте мы хотя бы хоть раз в серию уже скоро надо будет завершать. Да вот. А мы даже ни разу еще не посражались. Это как-то непорядок, мне кажется. Давайте на дракона в пляж перенесемся. Помните крысу, которая нас предупреждала о цветочке? В общем, я так понимаю, что вот этот цветочек, он и есть. Но только она говорила, что под землей этот цветочек. Вот этот цветочек, он, собственно, здесь под землей и есть. Так. Здесь мы ходили. Здесь мы уже даже все выбрали. Так, двесто мы получили. Так, а почему только ты перенес? Я так не играю. А, он даже не перенес. Ну, просто финиш. Ёлки-палки. Нет слов. Нет слов. Просто нет слов. Он отсоединился от нас. От основной группы. И теперь еще и переносится один. Ну, управление. Я говорю, все-таки управление, мне кажется, как-то могли бы доработать. Потому что здесь действительно можно очень сильно так долго ходить. Думая, что ты ходишь в команде, а потом окажется, что твоя команда, может, вообще даже на каком-нибудь другом острове осталась. Так что, мне кажется, это непорядок. Так, давайте, давайте. Давайте присоединим, наконец-то, нашего капитана. То бишь, нашего главного. Так. Я думаю, лучше их расстрелять все-таки. Или не надо их расстреливать, не знаю. Давайте попробуем расстрелять. Я даже не знаю, получится ли у нас расстрелять. Так, где у нас сети? Да, кстати, заклинаниями нельзя расстреливать. Так, ну, вот и замечательно. Давайте заклинаниями нельзя расстрелять. А там почему-то нельзя. А это тоже нельзя? Ну, тогда арбалет. Тогда что я могу поделиться? Так, где у нас сети? У кого меньше всего в сумке? Так. Меньше всего в сумке у нас у Фени. Давайте Фени тогда дадим. Чтобы тут недолго выбирать еще там обратно ему надо будет нацеплять. Где у нас все луки арбалеты? Давайте ему лук дадим. Пусть он расстреливает. Так, Фень. Да елки. Так, а почему? Тебя же... Так, кому я дал? Так, это не фейну, блин, дал. Я красному принцу дал. Я большой. Молодец. Так. Придется теперь гадать, что, брат. Даже здесь неправильно все сделал. Так, ладно, давай, красный принц, стреляй, пойди. Ловушка. Какая-то странная ловушка, не расстреливайтесь. Так, принц, что с тобой творится? А, до тебя тут дошло это. Понятно. Кстати, а стоп вообще-то дали всем, получается? Не только нашим главным героям займется. Но пока у нас ошейники, мы не можем его применять. Так, то что-то мы тут не расстреляли еще. Так, ладно, давайте, наверное, не будем заморачиваться. Возможно, здесь можно обойти по краешку. А нельзя обойти по краешку. Давай, давай, ты гид. Мои глаза меня спутят? Так, что тут такого, чтобы не видеть глаза? Так. Цель слишком далеко. Давайте посмотрим. Тут вообще-то пенсин какой-то. Ладно. Это расстрелять, наверное, нельзя. Конечно. Так, а больше нет никаких мин. Ладно, тогда давайте вернем ему обратно. Его к шмутке. Так, ну, во-первых, искусный клинок. Я на него убрал. Я помню. А вторых, щит. Ну, вот этот, 43, 29. Ну, да. Так, бежим дальше. Ну, давай, Сибила. И дальше. Кстати, что-то есть. Вернее, нет. Но могло быть. Тут, походу, ничем. Так, почему лайт не работает? Почему не подсвечивается? Сундульки. Сундульки. Нет. Куда дальше-то бежать? Туда, что ли? А, ну да. Да-да-да. Туда надо бежать, судя по всему. Так, Сибила вперед. Какая музыка-то заберет. Помните про тот цветочек нам рассказывали? Черненький или какой-то? Крыска. Мышка. Так, давай. Не вперед. Давайте справимся. Чисто на всякий. Так, это Сибила. Какое место? Бедолагу очередную размочили. Так, тут на самом деле можно бы рассредоточиться с одной стороны. Может быть, так и стоит сделать. Давайте все-таки попробуем рассредоточиться. Так. Ну, герой наш вперед, это понятно. В общем, я не успела рассредоточиться, она уже с нами разговаривает. Только главного героя немного отодвинует. Высокая женщина стоит посреди трубов. Часть из них еще свежая, часть уже давно сгнила. Приторный запах разложения бьет вам в ноздри и заставляет глаза слезиться. Чем ближе вы подходите, тем насыщеннее становится запах. Его словно можно ощутить на вкус. Кстати, вообще-то стоило бы щит себе взять, вот этот вот. Надо было вот что сделать. Надо было вернуться в разрушенную башню. Там, где бесконечно этот исток. Заправиться им уже сюда прийти. Ну ладно. В конце концов, последние бои у нас были несложные. Поэтому хочется верить, что это не будет закон подлости. Именно здесь нас не будут убивать. Так. Приторный запах разложения бьет вам в ноздри. В ноздри заставляет глаза слезиться. Чем ближе вы подходите, тем насыщеннее становится запах. Его словно можно ощутить на вкус. Женщина поворачивается к вам, и ее искусанные губы складываются в смешку. Она заправляет черно-красные розы, розы, закоженную полосу, обхватывающей ее левое бедро и подает вам руку. Решите не хватать ее за... отойти. Какое хамство. Она поднимается в полный рост, разочарована поджаливая. Она вскидывает голову и обнимает вас. Запах смерти и нечистот внезапно усиливается. Просто бомжиха какая-то, помощная. Так, еще к нам... Обнимает нас так. Вы делаете глубокий вдох и возмутимо просите ее представиться. Покашляться и прикрыть ладонью, нос и рот. Не представляясь, сразу же заявить, что труп у ее ног не может быть... Труп у ее ног не может быть источником столь ужасной вони. Так. Ну не знаю, я вообще не уверен, что от этого что-то зависит. Но раз дают варианты, наверное, что-то зависит. Ну, допустим... Хотя можно и догадываться. Давайте догадываться. Ну-ну, хватит уже. Бездумный пялец. Спросите, на каком языке она говорит. Вы узнаете песню печально знаменитого Черного Круга? Радека. Радека видит это по вашим глазам. Хорошо, котеночек. Полагаю, ты здесь по той же причине, что и я. Она хлопает букетом по бедру. Но ты опоздал. Эти розы мои. Похоже, нам придется занять тебя каким-нибудь другим способом. Похоже, тебя придется занять каким-нибудь другим способом. Улыбнуться, заметить, как пряжки, застежки одежды впиваются в ее карамельного цвета кожу. Сказать, что вы ее слушаете. Вам не нравится, как она на вас смотрит. Приготовится в случае чего вы хватите оружие. Ну, это правильный вариант. Разумный вариант. Сказать, что вы знаете идеальный способ. Вы бы хотели поговорить о драконе Слейн. А почему нет? Я, кстати, не знаю, что делать с драконом Слейном. Честно, я еще не смотрел данные и пункт прохождения. Я вообще не знаю, что это за дракон и что с ним делать. Так, сказать, что вы не понимаете, о чем она говорит, какие еще розы. Нет, вы уже знаем. Мы уже знаем, что за розы, судя по всему. Сказать, что у вас нет на это времени, вы уходите. Так она и дала нам уйти. Ну, давайте поговорим о драконе Слейне, хотя я не знаю. Скорее всего, она ничего путного не скажет, только соврать может, я думаю. О, я надеюсь, что это недоразумение не говорило. Тепи там были не просто так. Сказать, что она не имеет права лишать кого-либо свободы таким образом. Сказать, что вы услышали достаточно, чтобы понять, именно из-за нее столько людей считают колдунов воплощением зла. Ну, допустим, не имеет права лишать кого-то свободы. Сколь же ты горячий. Люблю я этого мужчину. Ну, так давай рассказывай про Слейна, раз мы смогли втереться тебе в доверие перед смертью. Сказать, что вы здесь из-за Слейна и не уйдете, пока не поймете, как можно ему помочь. Спросить, что она здесь делает. Улыбнуться, заметить пряжки, но это уже вы мечтали. Ну, мы из-за Слейна, давайте посмотрим. Неудивись, пока не поймете, как можно ему помочь. В таком случае ты никуда не уйдешь, дорогуша. Понятно. Она еще первая наскоряется с собой. В общем, я знал, что это будет закон в области, как раз тут суть, где надо было бы применять. Ну, так, ну ладно. Первый, первый, напервась, напервась, конечно же, ее саму надо грохнуть, но нам бы самой до нее не добраться, видимо. Мы не так встали. Мы не так встали, блин. Надо было не расходиться. Ну, давайте хотя бы в кровь тогда поставим нашего этого. Так. Ну и тебя мы тоже в кровь поставим. Ты не туда, лучше в шпании стрелян. Ну, минус 10, так минус 10, что же поделать. Так, теперь кто-то. 181 джиз. Сильная тварь. Так. Можем, конечно, мимо бежать, но я думаю, это не нашим. Это... Так, ну тоже в кровь, естественно. С тест. Так. Кровь. А это кровь, нет. С сожалению, это не кровь. Вот это правильно. Вот это было правильно. Так, ну почти всю броню мы уже сбили. Так, а у тебя что здесь творится? От него мы сможем отбежать? У него есть это? Хотя с другой стороны, зачем нам от него отбегать? Сейчас в Даниеву все равно не побежи. Давайте я лучше прикончу. Тоже кровь. Все в кровь. Да блин, я не поставил тебя в кровь, я же ставил тебя в кровь. Да блин. А то, гаденыша, мы можем убить. Здесь, наверное, нет. А, недосягаемость. А она? Что это за загляд? Аура, папа, она видит 4. Ну давай. Это было неплохо. Она не бегает даже быстрее, чем этим маленьким. Так, вот это не кровь, это кровь. Так. Только вот он не крыльной. Так, я же ставил все в кровь. Ну, надо немножко рассредоточиться, потому что у нас все тотемы могут одним этим мафом убить. Так, вот это не кровь. Так, вот это кровь. Это не туда, на самом деле. Так, вот это был сбор. Мы ее обеспечили кровотечение, пополнил программу. Я думаю, что если она не будет хелиться, на следующем храме мы ее можем уже и прикончить. Так. Место в недосягаемости. А ты? Я думаю, что мы к ней все равно, наверное, побежим. Уж наверняка ее прикончить. На следующем храме. Место в недосягаемости. Самое главное, чтобы они нам магическую броню не побежали. Вот только сказал. Сколько ей? Только сказал и тут же пробили магическую броню. Телепортироваться. Так, вот кому больше всех досталось, так это тебе. Давай. Так, где-то у нас разлитая кровь. Бой сложно. Бой сложно. И надо было, конечно. Надо было. В этом бою надо было бы... Так. Взять этот хуй. Тут физическую броню. Взять этот хуй. Так, 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 так. А, тут кровь. Смеряned. О, нanna с играми. Я готов. Взять я готов. Т一樣. Тiberian. все набросились конкретно давай что еще субъют но вы очень заметили Опять по Сибири. Да чтоб тебя, Сибири, держись. Твою мать. Ёлки-палки, они ходят бесконечно, твою мать. Нет слов, всё-таки убили Сибири. Вот я знал, блин, знал твою мать, что так и будет. Твою мать. Стоило один раз профилонить это дело, мне показалось, игра уже слишком лёгкая для нас. Тут же наказали. Просто закон подлости действует моментально. Так, давай Сибири, вставай. Давай воскрешай её, идиот. Так, чё, один ход всего остался? Блин, твою мать. Целый ход убили. Всё сложно. Всё очень сложно. Всё очень и очень сложно. Но этих гадов много, смотрите, сколько их. Раз, два, три. Только три этих шершни. Три шершни. Ещё тут куча этих зомби вводят, ещё и вот этот лайк. Проклятая кровь. Проклятая кровь нахер нужна. Я не знаю, как она вообще работает. Это просто. Давайте вот эта. Так, и надо срочно, срочно лечить Сибирь. Она снова приспал. Почему она умерла-то? Вы поняли, почему она умерла? Я её исцелил, ёлки-палки, она взяла, умерла. Ну нет слов, я не понимаю, что это такое вообще. Место вне досягаемости. Почему вне досягаемости-то, ёлки-палки? Белка тут что-то. Почему она вне досягаемости? Слушайте, мы проигрываем. Внезапно, внезапно. У нас убили герои, мне уже будет не вернуться. Я не ожидал такого хардкора именно здесь. Всё не в нашу пользу складывается. Абсолютно. Давайте хотя бы этого созданём. Но, блин, эту тварь надо убивать. Почему недосягаемость? Она что, в воздухе висит, что ли? Как мы можем до неё не дойти, что мне вот это, вот это, что ли, мешает? До неё дойти, да блин. Тут белка мешает. Да нет слов. Ёлки-палки. Я ругаться сейчас начну. Эта белка грёбаная. Я не знаю, от неё цепиться надо вообще каким-то образом. Она мне просто мешает в критический момент добраться до этой твари. Убили бы сейчас эту тварь, уже проще намного было бы. Конечно, мы сейчас бы могли уже ёлкать. Ладно. Я уже не буду ругаться. Хотя очень хочется, если честно. Так, может отсюда сможем по ней стрелять? Давайте вот сюда устану. Нет, мне до неё как раз тут не достать. Так. У тебя даже, а почему воскрешение? А, у нас воскрешение тренируется. Ну вот я не понимаю, ну как она могла умереть? Ну я сам посмотрю вот запись. Своей вот этой вот. Ну как? Я её воскреша, она взяла, умерла. Вернее, я вот эту применил, она взяла, умерла. Притом это не Фейн умер, это она умерла. В Сибилла. Так, наш герой, нашего герой ещё надо лечить. Где он? А, собственно он уходит, да? Нет, это принципы. Где наш герой? Так, это у нас Фейн, его ни в коем случае нельзя. Так, где наш герой, ёлки-палки? Так, это принц. Не пойму я, где он. Все слились, блин. Вы видите нашего героя? Я не вижу. Куда ты делся? Непонятно. Я его просто в упор не вижу. Может, конечно, на каранат тоже вылечить. Сука, бац. Его тут убивают тоже, не по-детски. А, он за пределами цель слишком. Так, это Сибилла у нас сдохла. Непонятным образом. Где наш герой? Я вообще его не наблюдаю. Просто, я не знаю, как это назвать. Да, блин, где он? Как я его найти могу? Покажите мне героя нашего, а? Где он вообще находится? Рахимус ждет своего худа. Где он вообще находится? А, он здесь находится? Слушайте, а почему он там находится? Она что, его как бы к себе приманила, что ли? Ничего не понимаю. А где инкарнат, которого мы сюда кинули? Что она вообще-то сотворила? Я вообще не понял. Она какое-то заклинание, судя по всему, сотворила. Убила всех наших инкарнатов. Да, вот. И наш герой почему-то вообще там оказался. У меня теперь его даже не вылечить. Охренеть, боже. Вообще мы проигрываем. Ой, я тут же... Да, мне до него не дотянуться. Ой. Я вообще ничего сделать толково. Я просто не могу. Это тоже не дотягивает. Блин. С этим не бесполезно драться. До того мы тоже не дотягиваемся. Просто охренеть. Мы проигрываем в чистую. Но их слишком много. Их просто много. На нас набросились. И я проигрываю, кажется, этот заход. Проигрываю совершенно неожиданным образом. И блин, ёлки-палки. Я не думал, что так сложно. Надо было. Притом обидно, что проигрываю по собственной, в том числе и вине, что не взял этот исток для нашего этого Рахимуса. И нет у нас теперь этого купола. Идти нельзя. Наверняка пойдём, он нас будет бить. И ходят они часто. В общем, всё сложилось. Всё сложилось. Бой оказался крайний. Вот неожиданно для меня. Бьют больно вообще. Наш герой будет ходить вообще? Да неужели? Да неужели? Везде проклятый. Везде проклятый так. Ладно, давайте без всякой крови просто устанавливаем сюда. Так, мне надо хоть кого-то попытаться вылечить. Но я тоже, да, не достаю. А, не достаю. Так, кто на самом бедственном положении? На самом бедственном положении красный принц. Подождите, а почему я его убиваю-то опять? Слушайте, они как-то изменили действие этого заклинания. Вот что, вот в чём делают. А я не просёк это. То есть это заклинание как-то работает в минус. Но это надо знать очень хорошо игру. Я просто не понял, что за заклинание она использовала. Так, давайте сделаем так. Посмотрим, куда я могу перезагрузиться. Понятно, что я перезагрузиться могу уже тогда, наверное, когда у нас первый раз Сибилу грохнули. Ну вот, просто я два раза использовал неправильно заклинания, видимо. Вот в чём дело. Просто я не просёк фишку, они что-то как-то сделали так, чтобы все наши заклинания в минус стали работать. Я вообще не понимаю, как это могло бы произойти, но вот произошло. В общем, действительно, нас здесь просто разделили в силу того, что очень хитрые заклинания использовали. Так, и чем лечиться? Вот купола не хватает, блин. Критин. Так, кто ходит? Наш герой ходит? Это белка грёбаная, чтобы ей пусто было. Так, кота. Да он не добежит, тут белка мешает, что-то я не знаю. А, нет, белка в лодку. Давайте кота тогда за белку поставим. Может, он добежит до него. Давай, мочи. Место в недосигаемости. Да чтоб тебя! Как же она встала! Ладно, давайте использовать хотя бы такие возможности при загрузке. Мы проигрываем. Сливаем этот бой. И я не знаю, как мы сможем выпутаться. Эта тварь, мало того, что какие-то хитрые заклинания использует, так еще и встала в зоне недосягаемости. Не для хрена. Наших, я не знаю. По крайней мере, тех юнитов, которые до нее добежать могут. Бьют очень больно, спросите. Вот эти вот твари самые опасные. Вот эти вот шмели, которые разосели по этим. И мочат нас со всех сторон. Сколько их? Я, вроде, считал три штуки. Может, даже больше. Ну, как минимум, три штуки ходят очень часто. Раз, два, три. Три штуки. Так, куда катаюсь? Кто тут самый присмертий, гад? Не ты. Вот этот, наверное. Нет, не ты. Они никто... Они вообще не присмертий. Это мы тут все присмертий. В том числе, благодаря тому, что мне не разобраться было, что вообще, как работает здесь. Давайте, наверное, кого. Вот эту гадь мы, скорее всего, добываться. А, подождите, подождите. Тут есть еще какая... У него же есть еще функция. Замечательная. Поменяться местами. А давайте попробуем. С нашим героем. Наш герой там ни к селуни-городу. Я не просто забыл про нее. Надо было сюда кота поставить. Давайте. Все равно места не насыграем. Все равно места не насыграем, сейчас. Так. Хоть пони садану Иди вы Так, тут надо, чтобы ее доставать Конечно, но самое главное замочить эту тварь Потому что что она творит, непонятно Так, может каменную кожу Мне сейчас принца надо вообще-то спасать Хотя и здесь фейн, в общем, тоже в такой ситуации Нет, увы, тоже мы недосягаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если бы это что-то давало Так, это же такое Малая бутылка с ядом Это когда жизни не будет, тогда надо пить Сейчас-то что-нибудь Загрязнение наносит Ядом, врагам союзит, конечно Может разлить Скажем, здесь Тут я не знаю, опять же, неопытность Я не знаю, насколько широко Разолился Ладно, давайте код лучше схороним Пока это не актуально Субтитры сделал DimaTorzok Она урвоем этим пользуется И восстанавливает здоровье за счет нас Тварь Может к ней как-то приблизиться все-таки Блин Тварь Вонючая Встала просто, я не знаю Оптимально для себя Ей не достать Ничего Еще ошибка, блин То, что я начал Вот это вот Вот это вот Как сказать Если бы мы с копом сюда подошли Вот как раз мы бы встали все здесь И я бы ее доставал Блин Кто знал Кто знал, что все именно так и вернется Нет, мы наверное подождем На чем мы стоим Скорее Это против нас же сработает Кроме того У него там куча этой грани Скорее Надо по физике работать Против этого уроза Хотя еще раз повторяю Они не важны Самое главное Вот эту тварь забить Они конечно не исчезнут По-моему Но Дело в том Что она-то Самая опасная Безусловка Не туда выстрелить Опять это Пророкер Ебан Крайне опасный Очень опасный Противники Просто Сумасшедший Опасный Когда-нибудь Кого-нибудь Убьем Блин Еще Я не знаю Весь урон Распыляется На них Хоть бы повезло Немножку Слушай Сколько он Плевать Он Мало того Что я не знаю Туда-сюда Перепрыгивает И щек плюется Я не знаю По три раза Так Давай сюда Убить эту тварь Наконец-то Как пользоваться Теперь Как лечиться Я не знаю Вообще не знаю Так Это кто ходит Этот ходит Ну ему-то Надо просто Восстанавливаться Восстанавливаться Вы убьете Когда-нибудь Кого-нибудь К тотелам Я обращаюсь Так Это у нас Фея Давай сюда Все на эту тварь Елки-палки Сколько же Вы можете По ней Бить То Так Давайте Разливаем Сейчас Будем рисковать Вот здесь Наверное Надо разлить Злить Да блин Я не думал Что настолько Сильно Разольет Мы отравили Нашего Принца Восстанавливаться Ты мертвец Уже Пощаст Здесь конечно Унизона Да Унизон До свидания От Заражения А что там делать, ты знаешь, и без моего ведомого Он что, перешел не на нашу сторону что-то? Слушайте, все, смотрите, вот здесь контроль над разумом, примерно, уже все Ну это конец, уже все Я проиграл совершенно вчистую там, где не ожидал проиграть Ну, собственно, это и должно было случиться там, где я не ожидал Согласитесь, проиграть и можно именно только там, где не ожидаешь Ай, боже мой, как же, как же обидно-то, а? Почему вот они все исчезнут? И все ходят, не могу Я готов Нам даже походить не дали Оторожение, они как-то включили, что даже, даже наши эти, как его, все тотемы-то не смогли их ударить Смотрите, нам даже, нам даже не дали походить Вот так вот заканчивается вот эта серия Совершенно убийственным, неожиданным для меня образом Мы даже не смогли убить, по-моему, ни одного Либо одного, либо вообще не смогли убить никого вообще То есть они использовали какие-то такие заклинания, которыми я был просто вообще не готов То есть там и отражение всех ударов наших тотемов И взяли контроль, в конце концов, над этим принципом Нашего этого героя в самом начале вообще перекинули, убив всех этих, как его, инкарнатов, которые там были наверху То есть действительно надо просто самому, видимо, посмотреть будет в записи, какие заклинания они вообще использовали И потом в интернете надо смотреть, что это за заклинания и как они вообще действуют В общем, ладно, обидно, крайне обидно Ну что, будем начинать заново, видимо, в следующей серии Пишите, мало ли кто интересуется этой игрой, кроме меня вообще, из тех, кто смотрит Ну вот, какие советуете билды Ну билд-то, в принципе, естественно, был хороший Он был серьезный И, в общем, у нас не было никаких сложностей, согласитесь, до этого момента И вот первая же сложность обернулась фактически нашим поражением Вот такая коварная игра Ну ладно, всем, как всегда, огромное спасибо за внимание Ну и прощаюсь с вами, надеюсь, до скорых встреч У того числа в этом прохождении Всего доброго